Через 7-8 лет экономике России потребуется порядка 10 миллионов пар квалифицированных рабочих рук. Таковы данные исследований. В образовании необходим прорыв. Об этом говорится в новых майских указах президента. Главная задача, чтобы выпускники среднеспециальных учебных заведений не оставались без работы. Для этого необходимо формировать заказ, подключать предприятия, тем более, что это и в их интересах. Потому что разрыв времени между выходом из учебного заведения и преступлением к полноценной квалифицированной работе на предприятии сокращается минимально. Он сразу пришел, встал на свое рабочее место и квалифицированно начинает выполнять свою работу. Это повышает производительность труда, снижает затраты на его подготовку, переподготовку, вливание в коллектив. Соответственно, это повышает эффективность производства и работы предприятия. Подобный опыт уже есть в Анапском сельскохозяйственном техникуме. В частности, винодельческие предприятия направляют на обучение специалистов, а затем берут их на практику. Уже второй год подряд у школьников есть возможность получить свою первую рабочую специальность – садовник. В прошлом году мы обучили 20, и у нас еще была программа со школы Раевки, там был садово-парковый ландшафтный дизайн. В этом году мы набираем целый класс, и в Юровке тоже целый класс. Уровень подготовки колледжами и техникумами Анапы на краевом уровне оценивают достаточно высоко. В городе-курорте среднеспециальное образование получают порядка 2,5 тысяч человек. Ежегодно Анапа принимает до 4,5 миллионов туристов. И, конечно, наших гостей должны встречать на высоком уровне. Мы к этому все стремимся. Хочу отметить также, что сегодня очень много делается для того, чтобы соответствовать духу времени. Внедряются инновационные педагогические технологии. Наши студенты обучаются на современном оборудовании, которое соответствует международным стандартам. Импульс для развития системы среднеспециального образования дало движение молодых профессионалов. В мире это чем-то напоминает олимпийское движение, где критерии победы – качество выполненной работы. Чтобы побеждать в таких соревнованиях, нужно обновлять образовательные программы, приобретать новое оборудование. За каждой удачей должна стоять следующий шаг, следующая ступень развития – это как перейти от качественных, высоких достижений, единичных и командных, все-таки к массовому качеству образования, которое напрямую связано с дальнейшим судоустройством и успешностью наших учеников. Идет постепенный переход к тому, что выпускники среднеспециальных учебных заведений будут сдавать экзамен по методике движения молодых профессионалов. Я вспоминаю свой опыт общения с одним из прекрасных мастеров, студентов, победителем соревнований, который работал на оборудовании, которое стоило полтора миллиона рублей в техникуме. А когда я его спросил, ты представляешь, что на первом ручьем месте, возможно, этого оборудования не будет идти, нужно будет начинать с нуля. Вот какая-то оснастка нужна на первое время. И он затруднился все это представить. А сколько это будет стоить? Мы начали считать. А где взять эти деньги? Эти деньги можно заработать уже обучаясь. По мнению Виктора Чернявского, необходимо повышать объем практики, причем оплачиваемый, чтобы еще до выпуска у начинающего специалиста была возможность собрать собственный комплект оборудования, а возможно и небольшой стартовый капитал, подкрепленный азами экономических знаний, чтобы открыть свое дело. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.